Старуха Шапокляк говорила В рамках ежегодного мероприятия BRP Club, которая проходит в этом году на Кипре, наша команда протестировала новинку 2018 года. Квадроцикл Канам Маверик Трейл. Теперь по порядку. Этот квадроцикл собирается завоевать целый сегмент рынка, ведь это самая узкая модель на сегодняшний день в классе SSV. При этом она обладает отменной устойчивостью, в чем я уже успел убедиться в рамках тест-драйва. Что сделали ребята? Они удлинили базу, укоротили его ширину, сделали посадку чуть пониже, тем самым добились стабильности. Нет вообще никакого ощущения, что ты можешь где-то перевернуться, хотя, конечно, всякое бывает. Для многих не секрет, что на самом деле я сайд-бай-сайд недолюбливаю. Почему могу сказать? Потому что мне за рулем страшно. Возникало такое чувство, что все это высоко, и вот сейчас вот моменты, и уфс, и мы будем лежать на боку. В данном случае мне было совсем не страшно, то есть они сделали модель, которая сбалансирована, и они опустили пятую точку, назовем так, водителя настолько низкой, настолько она так комфортно чувствует, что ты не чувствуешь, что ты едешь на табуретке, и в какой-то момент ты можешь просто лечь на бок. Всегда водители сайдов жаловались на то, что эти квадроциклисты бьют не ту клею. И все время не так, и все время ты на сайде едешь вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и непонятно что. Соответственно, заужая клею, ты попадаешь в клею квадрика. Причем сейчас такие квадрики, да, на больших колесах, да, со всякими зацепами и прочими, ты там в этой клее просто провалишься. Но при этом ты сидишь плечом к ключу, ты сидишь в относительной чистоте, если уж совсем не тонусь в грязь, и можешь спокойно ехать, разговаривать, пассажир у тебя там не летает где-то сзади. Я придерживаюсь концепции в тесноте да не в обиде, и со мной ехал коллега рядом. У меня не было такого-то, что я его пихал локтем, и он мне мешался. И у меня этого вопроса по поводу тесноты вообще, в принципе, не возникло. Это, по сути, новое течение, которое начнется в 2018 году. ССВ с габаритами практически сравнимыми с обычным квадроциклом. При этом комфорт, как в автомобиле, можно взять с собой много всего интересного. И самое главное, здесь теперь есть опция с разблокируемым задним дифференциалом. Помимо разблокируемого заднего дифференциала, передний дифференциал также блокируется автоматически системой ErgoLock. Maverick Trail своими габаритами приблизился к обычным классическим квадроциклам, и можно смело брать друзей на этой технике с собой в лесок, ведь он пролезет между любыми деревьями. По-моему, это будет новый хит следующего, 2018 года. Поживем-увидим! Но самое большое, что мне понравилось в этой технике, это то, что и внешне, и внутри, и в салоне, и по всем-всем-всем деталечкам он так писклявенько пока кричит, «Я X3, полейте меня водой! Я скоро вырасту и буду большим, широким, толстым и быстрым!» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!